Всем добрейший денек! И вот, в общем-то, что я хотел сказать на этот счет. Всегда имеет место быть здравая альтернатива чему бы то ни было. Для тех, кто не знает, не так давно я стал обладателем ремня японского производства. Это Канаяма Лама. Ремень до силы неведанных ходовых характеристик. Так как он бритвы, которые в достаточном, естественно, по понятным причинам мне приходится править. Так вот, по ходовых характеристикам он находился практически на недосягаемой высоте. До одного определенного момента. Пока не появилась здоровая альтернатива. Вот тут, как бы, справедливости ради, я должен отметить два момента. Момент номер раз. Вот этот ремень, который Канаяма, он невероятно эффективно работает. Он работает настолько эффективно. Очень важно, чтобы вы уловили вот этот нюанс, такой полутон, если так можно выразиться. он работает настолько эффективно, что, опять же таки, я это всем уже рассказываю, всем доношу до сведения, но повторюсь лишний раз. Так вот, он работает настолько эффективно, что обычному среднестатистическому пользователю, я бы его, вероятно, не рекомендовал, потому что он в состоянии, вероятно, ситуацию улучшить настолько, что он ее в результате ухудшит. Но сегодня, в общем-то, речь, речь не столько о нем, сколько о здоровой альтернативе ему. Собственно, еще раз показываю. Вот этот ремень, значит, вот этот инструмент, который я использовал буквально 10 минут назад, я отложу в сторонку. Вот этот ремень. невероятных характеристик ходовых. Тут чего не отнять, того не отнять. Это то, за что я его полюбил всей душой. Теперь справедливости ради то, чего я продолжаю не понимать, так это то, насколько он неравнозначный по толщине. Конечно же, да, вы можете апеллировать мне тем, что самое главное это в общем-то подготовка вот этого верхнего лицевого слоя. Она определяет, да, это все понятно, друзья, я тут как бы спорить не стал, но вот в этом месте он настолько, настолько тонкий, нежный и трепетный, трепетный в том плане, что вот он талибается как попало. плюс вот он достаточно эластичный, эластичный настолько, что все-таки мне не попадает, не пропадает у меня боязнь того, что после, допустим, обеда, когда руки особо крепкие, я могу его просто взять и разорвать. Ну, это, конечно, вряд ли произойдет, но, тем не менее. Вот такой ремень был до момента сегодняшнего дня. Что же случилось сегодня? Сегодня мой товарищ Макс Заворотный прислал мне из набора, опять же таки, умелые руки прислал заготовочку, зная мой дурной характер, все равно везде буду я копаться, докапываться, раскапываться, прислал мне заготовку из кожи новой партии, которую он использует сейчас для производства очередной партии ремней для правки. Вот Япония. Вот, собственно говоря, товар, который прислал мне Макс. Будем называть это, как Олег говорит, Максаяма. Олег, мое почтение. На вот эти вот точки внимания не обращаем, это слишком усердно я над ремнем работал, у нас жарко, поэтому кровью и потом, друзья, зарабатываются вот такие результаты. Но сам факт, я реально поражен. Вот, обратите внимание, здесь с толщиной полный порядок, я вам скажу. Здесь можно отбивать это все дело штангенциркулем, нигде вы не ошибетесь. Это просто, это просто какое-то чудо. Просто какое-то чудо. я его посадил на крепление от винтажного ремня, который был у меня до этого, который я благополучно так сказать, угробил. Сейчас на место поставлю застерочку. просто невероятного как это сказать, невероятной эластичности. Смотрите сами. Он лучше, лучше заполирован, чем вот этот ремень. Он, конечно, здесь мягче. Мягче он здесь. Но если мы будем сравнивать, вот опять же таки, ради справедливости. Вот у него толщина по всей длине на вот это ремень. Как толщина вот здесь, в этом месте. Да, возможно, вот этот чуть мягче. Но если бы он не был мягче здесь, тогда вообще стоял бы открытым вопрос, за что тогда платить деньги. Но мне кажется, по ходовым характеристикам не будет уступать ничем. Это при всем при том, что это ремни, даже если купить готовым ремень у того же Макса, это абсолютно разные деньги будет. Разница составит, я так подозреваю, в три раза точно. Поэтому таким вот образом все это и происходит. Сюда как родной сел льняной штроп от японского ремня. Я его специально перевернул, потому что здесь он начал уже потихонечку кошлатиться. А это следы от того, что бывает такой руки мокрые. потом такие следы остаются. Или это кровь? Я же говорю, кровью потом. Достаются такие результаты. очень доволен. Максу огромное спасибо. Макс, мое почтение. Тебе самое время выкладывать репортажи на всеобщее обозрение. Это нечто. Я получаю максимум удовольствия от просмотра. Честное слово. Вот такой ремень. И вот такой ремень. Кстати, вот этот я давно не рассмотрил. нем какие-то частички. Как непонятно грязи собирается. Хотя я на нем бритвы правлю чистые. Без изобед, без ничего, но какие-то на себя цепляют. Итак, друзья, мы за здоровую альтернативу. За здоровую. Вот она. Вы посмотрите. Вот это форменный линолен. Буквально еще одно слово по поводу того, как я готовил. Пришел ко мне отрез. будем считать отрез кривой. В результате подровнял я аккуратненько ножичком подрезал края и, собственно говоря, наживил фурнитуру. Но это уже после того, как зачистил. Макс мне советовал начать обработку с 240 наждачки. Но у меня такой под рукой не оказалось. Я начал банально с сотой снес микротолщину верхнего слоя и начал дальше работать 400 800 1500 3000 3000 и и и и слегка слегка потом еще вот этим неопознанным камушком растер и в результате ладонью еще отполировал. Вот я надеюсь это все видно. Невероятно эластичный. Просто невероятно. Царапины появляются на ровном месте. Слишком переполировал. Ну так вот. Красота. Красота. Стоит ли гнаться теперь вообще вопрос вопросов. А для среднестатистического обывателя наверняка не стоит. Пробовал уже сегодня править бритву правит отменно. Отменно правит. Все дорогие друзья. Вам всего наилучшего. До скорых встреч в эфире. Пока.